еще раз здравствуйте дорогие телезрители сегодня 20 апреля в нашей стране отмечается национальный день донора конечно же мы не могли обойти этот важный праздник важный день стороной пригласили в нашу студию почетного донора до николая шикшаева здравствуйте николай раз давайте с вами побеседуем расскажите вообще почему вы стали донором первоначально я об этом не думал просто раз работала администрация в мэрии в нашей черкесской у нас сотрудник посоветовал попросил помочь друг на нуждался в крови кровь на есть какой-то чип и дать не произошло и пошли он сам был почетный донор родионов унижив у нас был работал администрации сейчас он возглавлял молодежь вот и с ним пошли сдали кровь за сдачу крови дали денежку тоже неплохо и как бы ходил каждые два месяца сдавал кровь вот как бы если честно перестал болеть совсем заметили какие-то изменения давайте о них подробнее организма но это полезно где так медицинский не знаем для организма полезно когда обновляется кровь действительно я вот последние семь лет непростудный болезнь заболевания не варил да вы что хоть беги сдавая кровь и но мы действительно с вами не медики не вы не я а вот расскажите николай вот еще чуть чуть подробнее еще есть какие-то изменения то есть стал более крепким иммунитетом может быть еще что-то ну финансовая эта помощь и самое главное это никому всегда кому-то помогаем читаю спасаем насчета жизни поняла это кому-то дать свое это вот это вы донор а вы идете сдавать кровь вот просто уже но потому что вы решили так делать или вы как-то мониторить этот вопрос кому когда нужна кровь какая кровь и каждые два месяца приходит срок и иду если это вдруг замешивал свернию всегда звонят со станции за переливание приглашают сегодня позвонили мне как раз два месяца прошло срок я собирался завтра идти сегодня сегодня срочно оказалось нужна первая положительная кровь то есть здесь получается в медицинских учреждениях на нато на станциях переливания крови так сказать контактные данные до доноров которые могут у них есть база все по компьютеру провели положено вызывают николай мне хотелось бы больше углубиться если честно в какую-то такую знаете человеческую вот сторону этого вопроса почему вы это делаете из раза в раз вот наверное все таки идя первый раз давать кровь вы не знали о том что да улучшится ваше здоровье в принципе вот эти вот деньги это тоже не решающий факт какая-то гордость кому-то помог кому-то спас у меня и был тоже случай у меня был сильный пожар сгорели руки у меня ноги и меня увезли махать калу это в месяц проиграл в реанимации и у меня много и плазму уливали кровь вливали вот это же кто-то тоже сдавал по моему даже мне пригодилось прошло срок и теперь я отдаю долг на свою кому-то тоже помогаю в общем помогли вам вы решили также не оставаться в стороне замену я и до этого сдавал до этого тоже все равно не давал до этого вот и убедился что она действительно нужна и когда человек болеет и там не один литр ему взливают а очень много переливает кровью для того человека одним литром не спасешь человек а сколько кстати крови нужно в среднем вот и сколько можно сдать в среднем вот заразу сдаем по 450 грамм сегодня сегодня 42 сдачи уже вот это 20 литров крови я вижу вас нагрудные знак почетного донора расскажите при каких условиях за что его можно получить ну чтобы стать почетным донором надо сдать 40 раз сдать кровь почетного в ноябре прошлого года я сдал и стал почетным донором дали почетных удостоверение нагрузный знак почетный донор россии то есть это удостоверение есть только у почетных доноров до 40 раз дал это дается еще годовое денежную премию в 17000 примерно с каждым годом эта сумма увеличивается 17 подпуску там где-нибудь или хорошая премия сколько лет получается вы уже сдаете вот так вот исправно кровь начал сдавать я где-то с мая 2016 года так надо получать около 7 лет мужчина может сдавать раз два месяца но не больше пяти раз в год если просто плови кровь до женщинам пореже до женщинам три раза в месяц один раз три месяца один раз три месяца но можно если у вас хорошая кровь там жидкая хорошо может сдавать плазму плазму можно сдавать в раз в две недели но там тоже определенное количество не более 46 раз дали то вам нужно месяц отдохнуть но все равно это быстрее можно стать почетным донором там можно за три года уже почетным донором стать если плазму будете сдавать ага за три года то есть почетное донорство тоже да вот этот знак и доставление выдается и за плазму если вы отказываетесь от денежного от денег и вам считают как вы как будто сдали кровь дать все поняла николай а расскажите как реагирует ваше окружение на то что вы являетесь донором наверное как-то и что-то завидует у меня трое сыновей как бы но они еще молодые 9 13 и 17 старше уже через год уже будет посмотрим будет сдавать уже а вы как-то этому поспособствовали и или он вот сугубо сам все решил видео ваш пример поспособствовал я еще роднями как бы гена есть гены все равно тоже хочет людям помогать а вот кстати важный момент когда вы шли сдавать кровь впервые вот самый первый раз были ли у вас в голове какие-то страхи стереотипы мифы вот о донации как бы ну первый раз как бы когда человек идет он в основном все она переживает и все падают в оморок от первого раза потом уже я как бы тоже ну практически правда при первой даче но там вы не специалисты хорошие они как бы это не страшно там вот и но я иголки с детства иголки появились но я когда захожу я всегда ну как бы не стараюсь не смотреть просто на этот на кровь на иголку и от телефоном четыре девять минут в общем вы сходе конкретно со стереотипами до идя на первую донацию ни с какими не сталкивались то есть не было такого что я пойду сдавать кровь и вдруг что-то там не занесу да вдруг например даже современной медицине сейчас как бы этого но невозможно сейчас прицель временных это раньше можно было там как-то многоразовые иголки а сейчас все одноразовое при вас прикрывает пакет такого сейчас не было замечено все поняла вот кстати мы ровно год назад и снимались уже тоже был национальный день донора и мы ездили на станцию переливания крови знакомились с донорами в общем брали у них интервью коротенькие и я подумал может быть мне тоже сдать кровь но я здесь столкнулась с тем что тебя должна быть определенная масса тела больше 50 килограмм не меньше 50 да вот я тогда не весила 50 часа как раз тоже 18 лет а для мужчин какие требования ну так же не жена вроде не меньше 50 килограмм старше 18 лет так поняла а может ли как-то донор при желании узнать вообще кому нужна и кому понадобилась его кровь вот куда она пошла кому вы не пробовали никогда не задавались таким вопросом не задавался единственное иногда приходят люди через интернет и через сети пишут что-то для такого такого-то нужна кровь придите пожалуйста сдайте танцы вот мы у кого подходят дни группа крови введем сдавлю может быть у вас есть какой-то идейный вдохновитель кумир который вот я вас для вас является образцом в донации есть такой человек или нет вы за замечательному по крайней мере для вашего сына или или для ваших сыновей это точно вы николай давайте с вами поговорим вот о чем о льготах какие предоставляются льготы для доноров может быть мы вот так сможем в том числе кого-то замотивировать вот расскажите все вот все какие льготы пособия получают доноры за что когда почему и так далее я так сильно не вдавался в подробности я знаю что от москве например в санкт-петербурге если человек прописан там у них весь проезд везде бесплатно в метро троллейбуса бесплатные проезды что касается здесь у нас как бы без очереди вы едете в санаторный курортный вас оформляют без очереди а платят кто сам человек да или как организация на платят организация так мы вам дают денежного зарождения за каждую сдачу вы получаете сейчас я фиксирую николай прошу прощения так во первых ты без очереди едешь в санаторий да так это первый пункт первая такая льгота для доноров дальше почетный донор когда вы будете ежегодно получать премию в от на рождение в сумме 17 тысяч ежегодно если ты не перестал сдавать кровь конечно нет если даже если вы уже почетный если вы даже вы уже перестали все равно пожизненно получаете эту премию и каждую сдачу крови также сейчас в районе 700 рублей получает так в общем и самое главное многие издают кровь и дают 2 до выходных выходных да можете брать или прибавлять к отпуску или когда вам надо но вы должны их потратить в течение года то есть нового года они уже недействительны ага поняла а как работодатели реагируют на вот эти два дня выходных законную как многие не знают этому удивляются но есть закон тут против него мы как бы есть статьи этот отдел кадров об этом знает пишите на основании статьи такой-то просто что предоставить два дня и такой такой-то дни или прибавить к отпуску все я вас поняла так еще о льготах есть что добавить но во первых еще это конечно не льгота но просто для того чтобы поддержать организм после донации насколько я знаю тебе дается сладкая булочка да по моему три печеньки чай сладкий сахара да это тоже приятно очень с кем-то посидеть николай ну вот я еще не знаю если честно насколько достоверная информация но что-то я такое слышала о том что донором есть положена скидка 50 процентов или там чуть меньше на коммунальные услуги знаете что-нибудь про это я тоже сомневаюсь сомневаюсь может быть и есть но я как многодетный может быть из-за этого у меня если я поэтому у вас есть скидка на коммунальные услуги что-то есть тому но мне кажется если честно это вряд ли за троих ваших сыновей можно уточнить этот вопрос к никах опалачу без проблем чего-то хотел сказать перед сдачей крови что мы какие-то там тоже процедуры там определенные болезни нельзя сдавать там противопоказания да имеете ввиду там определенные продукты нельзя кушать за сутки за таблетки там где-то за два дня где-то за полгода даже если какие-то вы таблетки принимали какая-то операция была вот у каждых процедуры все разные сроки каждой таблетки вот и все надо говорить при сдаче врачу кто вас принимает при перед сдаче вас же проверять давление меряют температуру если они что-то не обнаружили надо им обязательно все это говорить потому что кровь после вас будут проверять или сразу просто просто будут проверять или перед кому-то влиянием вливанием ее будут проверять если она будет непригодна во-первых этого донора отстранят и может навсегда может на полгода вот если у вас какие-то что-то быть какие-то болезни не будет допускается полностью болезни с гепатитами там разными плачьи не допускается и плюс 21 даже общаться с человеком если пообщались с человеком который болел где-то там тоже определенные сроки нельзя сдавать кровь таких новых продуктов нельзя и молоко за сутки там вот такие весны мая за курить не ненавиды за и хотя бы за два часа нельзя потому что вот этот орех мама ста сливочный молоко нож плохо дает крови распределению потом на я не знала всякие в общем я считаю плюс 21 века о том что практически любую информацию можно найти в интернете но конечно более того правильный вариант проконсультироваться с врачом в общем если вас дорогие телезрители заинтересовал вопрос донорства донации то вы конечно же можете проконсультироваться с врачом насколько я знаю есть даже бесплатная горячая линия до донорства о донациях там вам все расскажут как зачем почему в каком порядке и так далее в общем николай вам огромное спасибо что уделили нам время несмотря на работу предстоящую донацию но я вас еще не отпускаю у нас есть интересная традиция в программе приглашенный гость то есть выжила что-то теплое приятное нашим зрителям пожалуйста обратитесь к ним желаю всем не болеть здоровья и обращайтесь давайте кровь ваша кровь нужна тем более с нашими событиями нужна многим все николай огромное спасибо еще раз теперь мы вас точно перестаем мучить спасибо еще раз что пришли к нам